Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, виртуальная студия Нахожусь, я Алексей Орлов и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана! Всем здравия! Здравствуй, Алексей! Мы находимся в виртуальной студии на ботике Василия Васильевича. Означает, что мы сегодня будем общаться в формате программы «Давайте поговорим». О чем сегодня будем разговаривать? Поговорим и ответим на вопросы слушателей. Вот у тебя скоро вроде как опять семинар, и может ты ответишь на вопросы, которые они задавали будущему семинару. То есть как бы уже погрузились в традицию ответа на вопросы? Да. Хорошо, ну давай будем разговаривать в этом формате. Что за вопросы по семинару? Вот Павел нам пишет. Алексей, здравствуйте! Благодарю за ваш труд. В этом видео вы даёте направление к самопознанию. Для меня это сложно. Например, изучить своё физическое тело. Может, подскажете, с чего начать первые шаги? Спасибо! А ты сталкивалась сама с такой проблемой изучения своего физического тела? И с чего начинала? Ну, сталкивалась, да. Начинала с того, что прислушивалась к своему телу, улавливала реакции его на различные, например, ситуации, которые со мной происходили. Или, допустим, вот как работает чуйка, ты что-то вот чувствуешь даже где-то в теле, что что-то не то. Вот начинаешь наблюдать, что не то, на что не то. Ну и так далее. Вот такие различные реакции. Я думал так прислушиваться. Подходишь к зеркалу, по голове себе тук-тук оттуда. Кто там? Это я пришёл в гости. Ну, заходи. Хорошо, да. Ну, вот как я начинал наблюдать за своим телом, с чего всё начиналось, когда вообще был далёк от всех этих тем, поскольку известно, что для того, чтобы получить какие-то знания осознанно и начинать их применять, необходимо до этого дорасти. И все мы проходим в стадии взросления. Так вот, когда ещё стадия взросления была определённая до понимания, просто вот усваивалось всё, как оно есть, то у меня появлялись учителя на моём жизненном пути. И эти учителя были самые-самые простые – растения, животные. И они рассказывали, показывали, как они живут, как они устроены. Исходя из этого, я получал информацию о том, как устроено в этом мире всё. И потом, наблюдая за растениями, животными, понимая, как они себя ведут в природных условиях, их жизненный цикл, почему вот таким образом листы появляются или цветы появляются, или собака что-то или кот что-то делает, и другие животные, те же самые простенькие червячки какие-нибудь, я стал обращать внимание, что в нашем физическом теле всё это тоже присутствует. И у меня родилась целая теория, своя личная, которая нигде не отражена в никаких научных трудах, которая называется «животная психология», «animals-психология», где не просто я изучаю психологию животного, а где я, наблюдая за животным, примечаю поведение физического тела в каких-либо ситуациях, и понимаю, почему физическое тело делает вот так, а не иначе. И когда у меня всё это сложилось, то вот этот курс животной психологии, в общем-то, хорошо мне стал понятен, и стало понятно, почему человек ведёт себя вот именно так, почему вот здесь он будет делать так, здесь он будет сделать так, а вот если вот так вот сделать, то он сделает вот именно вот так. И тогда меня это натолкнуло на мысль, что всё-таки старина Дарвин в чём-то был прав, когда он подметил какие-то взаимосвязи между животным миром и человеком. Конечно же, я несколько скептически отношусь к тем выводам, которые были сделаны с точки зрения эволюции и чего-то ещё, но я принимаю, что эволюция присутствует в нашей жизни, это само собой, и доказательством масса. Я всё-таки, наверное, придерживаюсь других взглядов с точки зрения происхождения человека, но то, что эволюция присутствует, это факт. И то, что присутствуют и библейские мотивы, где там кого-то где-то создали, и для того, чтобы он служил, его куда-то там направили, возделывать почву, это тоже всё присутствует. Но то же самое присутствует и зарождение человека не с точки зрения эволюции, не с точки зрения библейского, а с точки зрения, как-то говорят, ещё космического. Когда наши предки здесь появились, и здесь они что-то делали, что-то усовершенствовали, и в конечном итоге появился наш вид, и происходили многие-многие изменения, доделывания, подделывания и так далее и тому подобное. Вот, но не просто ж так эти доделывания или подделывания здесь происходили, они же здесь на какой-то основе базировались, была какая-то основа, которая легла как фундамент в наши тела. И все эти проявления присутствуют в природе, в растительном мире, в животном мире и в минералах тоже они присутствуют. Естественно, что существует теория прохождения эволюции человека от, например, минерального царства через растительное животное и потом уже человека. Ну, кому-то, видимо, это тоже нужно, кто-то, видимо, это тоже проходит. У меня несколько иной взгляд, что всё это было собрано, всё это было взято, и на основе уже имеющегося появился человек. А вот для того, чтобы это имеющееся здесь произошло, здесь тоже происходили какие-то дополнения и изменения. Сюда привносилось что-то, здесь каким-то образом проводились эксперименты. Земля в своё время была целой лабораторией, где и растения, и животные подстраивались под определённые условия жизни для того, чтобы человек мог здесь поселиться, и всё необходимо для него было. Но это вот отдельная такая передача у нас может возникнуть на основе этого, где мы можем рассматривать, как что здесь произошло, и как появился человек, и вообще какие варианты появления вообще людей, человекообразных здесь существовали, существовали, основываясь и на каких-то религиозных учениях, и на каких-то догматах, и на ведическом нашем миропонимании, и на том, что учёные там для себя вывели, и так далее, и тому подобное. Почему люди вроде бы похожи, а с другой стороны очень разнятся, что с этим быть. Вот поэтому изучать необходимо себя с точки зрения физического начала, а физическое начало в себе содержит и кристаллы, минералы, и растения, и животных, и там жучков, паучков и прочее-прочее. Всё это в нас есть. Вот когда вы всё это вместе соберёте, все эти наблюдения, которые вы будете подсматривать в природе, то тогда поймёте, как функционирует ваш организм, на что он реагирует, на что не реагирует. И в этом случае вы поймёте, что организм, в общем-то, это большой биокомпьютер на лапках, который передвигается куда-либо только для того, чтобы выполнять простые функции выживания, продление своего рода, выживание, защита, оборона. И дальше у высокоразвитых там уже эмоциональный какой-то фон, развлечение и прочее-прочее-прочее. И поэтому вот первые самые варны, они всегда заботятся, как правило, только о том, чтобы у них был хлеб и были зрелища. И при необходимости, чтобы они могли обороняться и по возможности совокупляться, давать потомство. Вот это вот всё относится к животному началу. А когда вы изучите своё животное начало, изучите своё тело, вы поймёте, что это всего лишь навсего скафандр для чего-то большего. И что этот скафандр нужно дрессировать, этот биокомпьютер нужно воспитывать, закладывать в него новые программы. Когда это всё выстроится, то тогда вы будете счастливым человеком, потому что вы будете всё понимать об этом мире, как он устроен, поймёте, для чего вы здесь поймёте и что с этим счастьем делать. Так что самопознание всё начинается с самого-самого простого, с базиса. Что есть ваше тело? Какое оно, это тело? В каком времени оно присутствует? Что ему необходимо делать? Кто его окружает? Какое пространство находится вокруг него? Условия бытия и прочее, прочее, прочее. Когда вы всё это познаёте, то всё открывается, просто сразу всё начинает открываться. Тогда вы сможете уже заниматься более высокими стубстанциями, и ваше тело будет служить именно вашему предназначению, а не будет бороться с какой-то там судьбой, которая якобы очень плохая, с какими-то уроками-уроками. Оно будет слушаться вас, как слушается надрессированная собачка своего хозяина. И вот это как раз высший пилотаж, я так, может быть, не совсем обычным языком говорю, но высший пилотаж жизни на этой земле. Вот это как раз и есть уровень аза. Надрессировать своё тело, сначала понять его, потом надрессировать, чтобы оно служило для того, чтобы всё в этой жизни было у начальника хорошо, чтобы потом не пришлось переживать за бесцельно прожитые годы и за наломанные ветки. А можно вопрос, Алексей? Да, конечно. Получается тогда, что вот этот скафандр, наше физическое тело, мы сделали себе сами, не мы именно прямо, когда пришёл человек на Землю, то он сделал его из тех веществ, минералов, которые здесь находились на Земле. А если, например, на другой планете, то будет из тех веществ или минералов, что есть там? Да, на самом деле форм жизни огромное количество во Вселенных и мирах, и поэтому тащить сюда представителя иной формы жизни, наверное, не самое полезное и не самое мудрое занятие. Проще здесь, в скафандр, заселить сущность или представителя сущности того живого существа, который где-то находится на других планетах, для того, чтобы здесь, в новом теле, в новом скафандре, он получил необходимые знания. И потом этот скафандр можно здесь утилизировать, а сущность отправится в свой мир, и там будет из познанного какого-то знания брать самое-самое лучшее и применять в своей жизни. Благодарю. Вот и следующий тогда вопрос читаю. Сергей Ромадин пишет. Здравия желаю, Алексей. Подскажите, пожалуйста, у вас можно приобрести славяно-русскую варновость? Ну, он, видимо, имеет брошюру или книжку какую-то. Сергей, дело в том, что славяно-русская варновость еще не написана. Она находится в формате передачи «Из уст в уста» и «Из уст в уши». И рассказывается о ней на каких-то встречах, на семинарах, вебинарах, на, может быть, каких-то занятиях, ну и просто в наших передачах. Славяно-русская варновость на сегодняшний момент так востребована, что, скорее всего, придется написать какую-то брошюру или книжку, или, может быть, создать для начала вебинары, семинары, на основе которых эта книжка уже будет написана. Но пока полноценной книги славяно-русской варновости нет. Есть много других писаний, которые юго-восточного направления, где упрощенный формат варновости. Есть очень интересные люди, которые, в свое время изучая восточные направления, разработали свое видение варности, которое более-менее подходит уже для славяно-русского мира. Но, на мой взгляд, пока это были, ну, может быть, первые шаги, предтеча. По какой причине? Ну, скорее всего, потому что в те времена раскрывать полноценную славяно-русскую варновость смысла не было. И поэтому те люди, которые доносили частички из нее, они не ставили перед собой задачи что-то такое рассказать в полной мере, ибо спроса не было, да и готовности у людей не было. А сегодня, когда стал вопрос о самоорганизации, о восстановлении наших родов, славяно-русская варновость как никогда встала перед нами в полный рост, и ее необходимо со всех сторон рассмотреть и изучить. И на сегодняшний момент я оказался вот на передовой этого всего процесса, ну, взялся за это, как говорится, взялся на заглушник и говорит, что не идешь. И всесторонне пытаюсь ее выкладывать в каких-то своих занятиях, семинарах, встречах с теми, кто желает изучить. Славяно-русская варновость, напоминаю, все-таки это в первую очередь для тех, кто является управленцами, для тех, кто является организатором каких-то мероприятий, для тех, кто делает что-то в этой жизни серьезное. Поэтому, так или иначе, чтобы возродить свои рода, нам необходимо будет славяно-русскую варновость познать в полной мере, и придет время, когда книга такая будет написана не мной, так и другим, и, может быть, даже коллективам соратников. Так что все в будущем, все скоро должно произойти, но пока еще такой книги нет. А можно ли будет как-то получить уведомление, когда будет готова такая брошюра? Или, может, порекомендуете, где можно приобрести? Если зайти на наш сайт slavradio.org, там есть подписка на получение каких-то уведомлений, в том числе и в этом направлении. Там не только анонсы предстоящих мероприятий, но и то, что происходит на радио внутри, и может быть важный событий для всего славяно-русского нашего мира. Поэтому, если вы подпишетесь и станете получать какие-то уведомления, то в этом случае и получите информацию о том, когда какие встречи по славяно-русской варновости происходят, или, может быть, школа какая-то, какие-то занятия по ней, ну или в конечном итоге выход какой-то книги или брошюра тоже там будет обозначен. Так, следующее сообщение, какое-то несколько такое, меня немного озадачило. Дмитрий Бекетов пишет, уважаемый автор, докажите наличие души у себя и своих близких. Хороший вопрос. А как бы ты ответила Дмитрию? Я не знаю, почему я должна Дмитрию доказывать, что у меня есть душа или у моих близких есть душа. Интересно, что вызвало у него такой комментарий, какие-то твои слова, что ли, в ролике или что? Непонятно. Да, когда кто-то интересуется моей душой, в этом случае я всегда задаю вопрос, а у вас есть душа? Прежде чем спрашивать о моей душе, вы тогда уж докажите, что она есть у вас. Предъявите вашу душу, и тогда будем по душам разговаривать. Вы мне, я вам. Ну, а если вы не предъявите наличие своей души мне, ну тогда зачем вам о моей душе что-то знать? Зачем я должен вам что-то доказывать? Это так вот разговор на коротке. Если же более углубленно рассматривать, то по ведическим данным, по ведическим нашим писаниям и ведической культуре есть такое представление, что душа есть у всего, у всего, что мы встречаем в этом мире. В том числе и о том, что на первый взгляд нам может показаться неодушевленным. Душа есть и у камня, и у кристалла, и у растительного какого-то живого существа, и у животного, как низшего, так и высшего. Так что душа есть у всего. Душа – это то, что обеспечивает возможность получения знаний, коммуникации с другими живыми существами, накопление этих знаний, проявление своего, может быть, возмущения или, как говорят, эмоций. Вот это все душа. Где-то душа в очень упрощенном состоянии, а где-то душа очень широкая, раскрытая. Так что душа есть практически у всего, с чем мы сталкиваемся. Даже на первой взглядке, я уже сказал, неодушевленных предметов, потому что даже неодушевленные предметы мы пытаемся одушевить. Вот смотрите, есть человек какой-нибудь в машине своей, что он говорит в своей машине? Он говорит, дорогая моя там ласточка, или как-то еще там ее называют, матильдочка, или как-то, ну не знаю, как вот называют. Поглаживает ее, похлопит по рулю, о, умница, вывела меня, вытащила из колеи, поехала, обогнала, привезла, докряхтела, да что угодно. Разговариваем с какой-то березкой, тоже ее одушевляем. Разговариваем с камнем, тоже его одушевляем. С землей тоже одушевляем, с солнышком тоже одушевляем. Так что русскому человеку свойственно одушевлять все, с чем он соприкасается. Потому что русский человек – это наследник ведической культуры. Наследник великомудрых предков, которые в этой ведической культуре были созданы, развивались и жили. Так что нам свойственно все одушевлять. Мне вспоминаются слова Фина одного, который, известный фильм, который снимался в разных фильмах, который сказал, я не понимаю этих русских, что такое мужской и женский род. Ну, как вот, например, стул может быть мужского рода, а доска женского рода, но они же не живые. Вот Фину этому, ну, не понять того, что понимает простой, даже самый отсталый с точки зрения науки русский человек, который, заходя в лес, разговаривает с деревьями, разговаривает с травой, разговаривает с какими-то листочками, прежде чем ягоду с Хорватии, он на нее посмотрит, ей полюбуется, скажет, ты моя красавица, как ты мне нравишься и прочее, прочее, прочее. Вот этот подход русского человека к природе, одушевление всего, что есть в мире, он, ну, может быть, в чем-то и уникален, хотя я знаю, что есть другие люди, которые из других родов, далеких от нашего славяно-русского мира, они тоже очень хорошо общаются в мире с окружающими их предметами, существами. Вот посмотрите, как живут люди, например, в лесах Амазонки, они же далеки от науки, они с точки зрения современного человека дикари, но при этом они о природе знают больше, нежели чем какие-то ученые. Они умеют слушать природу, они умеют разговаривать с лесом, с животными и не берут лишку никогда, они берут только то, что им необходимо для жизни, выживания их лично, их семьи, их племени. И они не разрушают природу. А мы вот такие вот как бы цивилизационные люди, люди от цивилизации, ученые, наученные чем-то, мы почему-то позволяем себе растранжиривать наше богатство, уничтожать нашу мать-сорую землю, уничтожать окружающее пространство. Мы представляем, что мы хозяева природы, но почему-то мы не как хозяева земли, а как воры, как воры, бездушные твари, которые уничтожают природу. Вот это называется потеря русского духа, потеря русской души, потеря русского сознания. Это никогда нам свойственно не было. Мы всегда относились к этому миру с точки зрения, что он живой. И потому мы жили очень хорошо. И потому мы выживали даже в самых трудных условиях. Мать природы была за нас, потому что мы были за нее. Мы жили в едином соите и никогда не отделяли себя от природы. А сейчас стоит вопрос, есть ли душа вообще, а что это за душа такая, а какая она, а докажите, да не докажите. Да, в общем-то, доказывать никому не надо. Если у тебя есть душа, так, значит, она и есть. Если ты живой человек, значит, душа так или иначе существует. Другое дело, какая она душа? Темная, светлая, мелкая или большая? Она добрая или злая, трусливая, широкая или какая-нибудь такая низменная? Вот эти все качества души, они проявлены в русских народных сказках, преданиях. И для русского человека они нормальные, понятные. Здесь не надо как-то уточнять даже маленькому ребенку, а что имеется в виду, когда человек говорит, широкой души человек, либо говорит, душа в пятки ушла. Ну вот с малолетства для нас это норма. И спрашивать у живого человека, а есть ли у тебя душа, это, наверное, такой вопрос, который выбивает взрослого, да даже и ребенка, наверное, из понимания этого мира. А что ты имеешь в виду тогда под душой? Если у человека нет души, то как он вообще может жить? Душа – это то, что проявление жизни. Это коммуникация, это взаимодействие, это накопление. Без жизни не может быть души. И жизни не может быть без души. Вот все, что живое, все, что каким-то образом взаимодействует с нами, это обязательно наличие души. Да, да еще раз говорю, душа может быть маленькая, в начальном каком-то формате, простенькая, а может быть очень большая, древняя. Но душа есть у всего, это такое мое мнение. То же самое и с духом, то же самое и с совестью, то же самое и с сущностью. Как-то у нас все сбрасывается в один этот самый кулек, перемешивается там. И непонятно, где душа, где дух, где сущность, где совесть. Путаница начинается. А когда путаница, то в этом случае человеку трудно разобраться своим бытием. Но это какой-то мой длинный такой монолог. Ты, может быть, что-то добавишь от себя? А вот говорят же, Алексей, бездушный человек. Значит, у него, получается, нет души? Нет. Обрати внимание, что говорят о живом человеке, душа у него есть. Но его сравнивают не с человеком. Бездушный человек – это, по сути, все равно, что какой-то там представитель пекельного мира, который ведет себя не по-человечески. Вот что имеется, бездушный человек. Есть же такая поговорка «ударил, и душа вон», то есть умер человек, все, душа выскочила. Или душа отделилась, и человек больше не подает признаков жизни. Поэтому душа есть, на мой взгляд, у всего, что с нами взаимодействует. Но бездушным можно назвать того, кто ведет себя не как человек. Имеется в виду душа человека, широкая, и душа, которая связана с совестью, душа русского человека. Это, поскольку поговорка или выражение свойственно русским людям, то вот бездушный человек или малодушный человек – это как раз говорит о том, что мы имеем дело с человеками русскоязычными, славяно-русами, которые под этим подразумевают очень и очень нехорошее проявление человека. Малодушный – это когда какой-то трус, предатель, он может и в любой момент подвести, когда малодушный. Мало проявления души. Да, бездушный – это черствый, это тот, который сухарь, который не входит в положение других людей. Он живет как биоробот, он выполняет какие-то задачи. Или, наоборот, он не то чтобы какие-то задачи возложены на него исполняет, а он просто тащит одеяло на себя. И ему абсолютно все равно, что с тобой будет происходить. Вот это вот бездушный человек. Он никогда не войдет в твое положение, он никогда тебе не поможет. Это бездушный человек. Поэтому, может быть, сначала он был малодушным, смалодушничал, а потом стал бездушным с точки зрения вот этой поговорки. И живет как какая-то тварь, которая на себя все тащит и никак не насытится. Получается, какой-то отступник от человеческого. Какой-то футляр. Пустой футляр, получается, на человека. Человек-футляр, да? Да. Вроде бы красиво все. Вроде бы с виду-то хорошо, а внутрь-то копни, а там-то и пустота. Ну да, есть такое выражение. Большое да без гармошки. Ну, в общем, да. Ну вот такое видение у меня по поводу души, духа и всего остального. Но об этом я очень подробно рассказываю на своих семинарах, и мы рассматриваем со всех точек зрения. И самое интересное, что за все время проведения семинаров не было ни одного случая даже у самых-самых таких вот заядлых скептиков, которые бы сказали, что нет в этом логики, что я рассказываю. Вот все складывается. Все абсолютно складывается, начиная от вопросов страхов и заканчивая варновости. Заканчивая тем, как это все применять. Вот все складывается абсолютно. Это не говорит о том, что я какой-то там семипядий во лбу или крутой. Нет, это просто говорит о том, что на практике все это применяется. А ведь практика – это лучший критерий проверки любой теории. И получается, что здесь есть попадание. Попадание в нашу реальность, и это можно применять в жизни. Так что рассказы о Душе, Духе, сознании, совести, сущности – они не просто так появились и не просто так доносятся. Видимо, пришло время об этом говорить. Да, благодарю. Ну что, на сегодня вопросов больше нет. А поговорить? А поговорить? Ну, давай поговорим. Ну ладно, хорошо. Не буду тебя задерживать. Благодарю, что подняла эти вопросы. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного Стоянского радио на ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим» находился и Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Низкий поклон всем вам, кто пишет вопросы, задает свои вопросы как на канале в YouTube, youtube.com.slash.slavradio, так и на нашем сайте slavradio.org через форум обратной связи. Ну и тебе за то, что ты эти вопросы озвучивала. Благодарю, Алексей. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будьте добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Субтитры создавал DimaTorzok